Приветствую вас и чтобы ответить на вопрос, который вы задаете, необходимо обратить внимание на несколько важных аспектов. Первый из которых заключается в том, что для вашего мужчины есть проблема, что вы были дамужем и что у вас ребенок. То есть получается так, что молодой человек с вами живет, но тем не менее для него проблемы, что у вас было прошлое до него. Так вот, аспект, который мне бы хотелось вам озвучить, заключается в следующем. А насколько это сильно для него проблема? Насколько это сильно влияет на его отношение к вам? Вот вы пишете, то он мягкий, то он грубый. Если его смена настроения связана как раз таки с тем, что он не приемлемет вашего прошлого, а поскольку прошлое вам не изменить, то в будущем у вас возможно только в том случае, если вы, ну, во-первых, будете как и дальше подстраиваться под него, а во-вторых, ну, собственно говоря, в будущем у вас будет, если мужчина так и будет считать это проблемой, но при этом эта проблема не поменьшает вам, не мешая вам сейчас встречаться и жить вместе, в дальнейшем она не будет этому препятствовать. То есть данный факт является ключевым. Мужчина имеет претензии к тому, что было у вас до него. Полагаю, здесь имеет место немного национальный конфликт, то есть конфликт, связанный именно с особенностями национальности. В таком случае вы можете своему мужчине сказать так. Я тебя люблю, и я вижу, что ты любишь меня. Если ты хочешь быть со мной, прими меня такая, какая и есть, метод на ней прошлого. Если ты не принимаешь меня, то у нас ничего не получится. Я не могу изменить свое прошлое, но я обещаю тебе, что будешь меня, буду только собой. Вот, в принципе, и все. Это все, что можете сделать и вы. Поскольку у вас, ну, опять-таки, лично я увидел некоторый вызов в том, что вы написали, что если вы искали долго своего мужчину, что он ваш типаж, и что вы подстраиваетесь под него, вы как бы пишете это так, словно ожидая, что мы будем вас переубеждать. Будем вам говорить, что вы не правы. Так вот, может быть, кто-то и будет говорить, но я так говорить не буду. Если вы хотите подстраиваться под него, если вы считаете, что он ваш типаж, если вам с ним хорошо, то на здоровье. Как говорится, будьте с ним счастливы. Но, вы спрашиваете, возможно ли у вас с ним будучи. Я думаю, если вы будете и дальше вести себя так, как вы ведете себя сейчас, я думаю, что если вы и дальше будете подстраиваться под него, если и дальше будете мириться с тем, что он не дает вам ласки, слов любви и так далее, надеясь на то, что в будущем что-то такое будет, то будешь и вас есть. Полагаю, что мужчина не приемлет своевольного поведения, однако, если вы будете выступать самостоятельно, то, скорее всего, вы расстанетесь. Мужчина, наверное, этого не потерпит. В другой стране, это тонкость. Это тонкость, тонкость. Можно, наверное, вас уточнить, чтобы не было непонимания. Но, если мужчина жесткий, то у вас только один вывод. Такой. То есть, раньше того, чтобы быть с ним, вы придерживаетесь той или иной поведения, которое у вас сейчас. Это не хорошо и не плохо. Если вас устраивает, и если не устраивает его, то, я думаю, проблем никаких нет для того, чтобы вам быть вместе. Но, с другой стороны, вы задаете вопрос. И это у вас будущее. Значит, этому будущему что-то, по вашему мнению, угрожает. Давайте попробуем ответить на вопрос. А что именно угрожает вашему будущему? По вашему мнению, что угрожает? Что может угрожать? И, вот, если вы сформируете, что конкретно угрожает вашему будущему, то, тогда можно будет эту угрозу разобрать. Я думаю, что если вы мужчину встретили, мужчина вас принял, такой, какая вы есть. Да, ему сложно смириться с вашей броди, но он, судя по всему, пытается это сделать. И, доказательства тому, его перепады настроения как раз, такие. Значит, он у нас кривен. Просто не сейчас. На данный момент ему требуется время. И жениться пока на вас он действительно не планирует. Но это, опять-таки, в перспективе. то есть, по всей вероятности, срок, который вы знакомы, для него недостаточно большой. И здесь уже я не могу не спросить вас вот о чем. Хотите ли вы выйти за него замуж? Наверное, да. Является ли это для вас обязательным условием нахождения в отношениях? То есть, согласны ли вы на такое вот проживание совместное? Если нет, что это ваше право, тогда задайте мужчине вопрос. А то, собирается ли он на вас жениться? И если да, то когда? Потому что понятно, что вам, как женщине, нужны сроки. И если этих сроков мужчина не дает, то вы не можете быть в нем уверены. более, что у вас ребенок. И ребенок достаточно взрослый. так что, решение здесь вам. Может быть, мужчине и нужно показать стимул, что вы не собираетесь смириться с его таким восповедением к вам, таким образом, что вы будете добиваться своего, и мужчина может либо вас поддержать, либо, ну, либо полностью отойти и не мечтать вам жить, как бы, дальше. тут уже целиком и полностью решать вам. И вам в этом подсказать не можем. Какой вариант вам ближе, такой вы и выберете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.